Наш гость Иван Дурнев, художник, соавтор трамвайного аудиогида, нам как раз и расскажет о нем подробнее. Здравствуйте! Здравствуйте, Игорь. Ну, много новостей, извините, что заставили вас ждать, но вы тоже ждали давно этого аудиогида. Не каждый город может таким похвастать. Да, сразу поправлю Игорь, а не Иван. Простите. Так. Да, наверное, сразу расскажу, зачем мы это сделали, потому что это наиболее частый вопрос. Зачем вообще в Днепре что-то делать? Но мы с моей знакомой собрались так и думали о том, что сделать в Днепре, как улучшить его, как сделать более туристически интересным. И решили показать самую исторически интересную часть нашего города, промзону. Но поскольку трамвай в том числе по пятому маршруту едет из университетов, проезжает мимо центра, мы рассказали в том числе и историю в целом города, как он развивался, что сейчас происходит в нем, постарались выжать наиболее интересные истории. Игорь, и как подругу зовут? Саша. Игорь, ну вот вы с Сашей сидели, придумали эту историю, и кому-то же, наверное, ее озвучили, вы же не сами настроили этот аудиогид. То есть как проходила работа дальше, от момента придумки? Мы участвовали в Youth Active City, это учебная программа, созданная культурой медиальной у нас в Днепре. Проходили учебные занятия, плюс практические занятия. И вот в процессе этой учебной программы мы пришли к такой идее. Вы пришли к этой идее, и город подхватил эту идею, и аудиогид был создан, когда он внедрился, буквально совсем недавно, по-моему. Да, мы его опубликовали в июле, если я правильно помню. Да, начали работать над ним еще весной, но там из-за технических трудностей немножко задержался выход. Ну теперь трудности преодолели, да? Это хорошо. Мне очень интересно вот именно процесс работы. Мы подальше перейдем к каким-то другим знаковым моментам, да, вот этого ноу-хау для города. То есть вот решено было все-таки, что на пятом трамвае, вот мы даем очередную раз подсказку, пятый трамвай, есть аудиогид. Кто-то, наверное, который ведет тебя вот по всему этому маршруту, рассказывает какие-то особенности, да, какие-то архитектурные, какие-то исторические факты. Кто вам дал эти факты? Как вы их собирали? Саша писал о сценарии, я помогал ей, я находил какие-то истории из своей семьи, у знакомых спрашивал. Плюс достаточно много знакомых архитекторов, искусствоведов, которые тоже подсказывали свои истории. Ну то есть все, в общем-то, благостно отреагировали на это предложение поучаствовать, собрать. А кто голос аудиогида? Голос аудиогида Тимофей. Это актер театра «Верим». Мы долго подбирали актера. Это же очень важно, чтобы голос был приятен, чтобы его хотелось слушать. Вот, мы как раз-таки этим и занимались, потому что у него уже поставлен голос, он уже знает, как актерски подойти к высветлению информации. И поэтому, да, мы нашли Тимофея и очень ему рады. Тимофей ведет эту аудиоэкскурсию, сколько она длится? Все зависит от того, как быстро будет ехать трамвай. Примерно около часа. Целый час экскурсия. Причем стоит каких-то сумасшедших денег для тех, кто хочет стать экскурсантом? Такой вопрос со звездочкой. Будет стоить только 8 гривен проезд трамвая. Проезд, стоимость проезда. Сам аудиогид бесплатный. Нужно будет только установить бесплатное приложение на телефон и просто включаешь в наушники и слушаешь. Ну вот правильно ли я понимаю, что аудиогид так устроит, что видят пассажиры, об этом аудиогид и рассказывает примерно, где приезжает трамвай. А если человек не на конечной остановке сел, вот как тогда колерация? Он привязывается к приложению, отслеживает по GPS и там, где человек заходит в точку, приложение отслеживает, в какой точке он находится и включает с того момента. То есть не происходит того, что где-то на середине пути сел, решил послушать, а там вот с самого начала, когда Бог создал землю, когда там Екатерина Слава, давайте поспорим, сколько ему лет, да, вот об этом речь идет. Что попадает в зону внимания аудиогида? Опять же, как я говорил, самая интересная часть для нас была промзона. Именно с заводов, завода Петровского в частности, началось развитие города. Но до этого мы в том числе описываем студенческие районы. Байки какие-то рассказываете, легенды, есть такое? Мы скорее развеиваем эти байки и стараемся в том числе и рассказать про этот миф и про то, как это было наиболее вероятно. Ну это интересно. То есть есть какие-то устоявшиеся легенды, устоявшиеся мифы, а давайте вот, а по факту, скорее всего, было вот так. Ну интересно послушать, планируете ли вы внедрение вот с вашей компанией такой уже сработавшейся подобных ноу-хау на других маршрутах? Мы сейчас думаем об этом, потому что все-таки это занимает достаточно много времени на сам процесс создания. Попытаемся найти время и, наверное, что-то будем делать дальше, пока не уверен, что именно. А можно какую-то статистику? Вот сколько уже человек воспользовался услугами аудиогида? Примерно 500 человек послушало полностью и больше тысячи человек заходили, смотрели, слушали какие-то отрывки. Ну это же здорово, ну давайте округлим 2000 человек, которые больше знают о городе, знать, любить, это где-то в разрезе города идет через знак равенства. Да, и вот в эти тысячи человек, которые послушали частично, они могли просто не доехать до конца, и поэтому приложение их не посчитало как полностью, но при этом они уже услышали какой-то кусок истории города. Я еще раз расскажу коротко, да, о чем мы с вами сейчас беседовали, резюмируя, да, все, что сказано. В нашем городе заработал аудиогид по промзоне, и вот один из авторов этого ноу-хау у нас в студии. Пятый маршрут, вы заходите, вам нужно только приложение в телефоне, то есть вам нужен телефон, вам нужны наушники, вам нужно желание, ну и 8 гривен для того, чтобы заплатить за проезд или этот мультипаспорт. Еще мультипаспорт тоже подходит. А вдруг, вот вы смеетесь, а вдруг человек привитый, у него две прививки, значит месяц бесплатного проезда в муниципальном транспорте. Мэр, между прочим, обещал, и обещал, сделал, у меня такой есть, мультипаспорт. Ну, пошутили и будет. То есть вы приходите, скачиваете приложение, можно его заранее скачать, правильно? Как оно называется? Easy Travel. Так, скачиваете, устанавливаете приложение, настраиваетесь, и не просто едете, и где-то ушли в свои мысли, вернетесь нескоро, а получаете важную информацию о городе, и, ну, это здорово, мне нравится. Игорь Дурнев, художник, соавтор трамвайного аудиогида, очень активный человек у нас в студии.